Добрый день! Во славу Господа Иисуса Христа! Аллилуйя! Мы с вами имели замечательную беседу, размышления о судьбе, о предопределении. И в некоторых мыслях как продолжение, вот в последнее время, может быть недели две, у меня это как-то вот всё крутится в голове, я так размышляю об этом. Мне кажется, эти темы сходные. То есть вопрос, как бы сказали православные, богословы сотериологические, то есть вопрос о спасении души, которая есть самая главная цель человеческой жизни. Вот как всё-таки уложить это в некую единую модель, то, что мы читаем в Священном Писании, то, что нам говорят и как нас учат святые отцы, то есть учение Церкви о спасении. Поясню, о чём идёт речь. Мы спасаемся не делами, мы спасаемся благодатью. С другой стороны, дела наши тоже важны, потому что, как известно, Господь спросит на суде о наших делах, которые мы сделали, накормили, одели, посетили и так далее. С другой стороны, мы читаем, что всякие призывающие имя Господня спасёт. Также мы читаем, что тот, кто веровать и креститься будет, тоже спасён будет. То есть, с одной стороны, если Господь умер за грехи каждого человека, и человек принимает Христа как спасителя, того, кто спас его смерти, намыл своей причистой кровью, исцелил своими причистыми ранами, то получается, это вот именно заместительная жертва за лично мой грех, за грех каждого человека. Получается, ответчик за мои грехи — это Христос. Как пишут святые отцы, Бог, Отец, смотрит на каждого человека через Христа, и поэтому каждый человек — отчистый. С другой стороны, мы также читаем о суде. О суде. Если это справедливый суд, то ясно-понятно, никакой человек не спасётся, потому что возмездие за грех смерть, и не указывается, какой это грех большой или малый. Апостол Павел прямо говорит, что всякий человек согрешил, и нет никого без греха, и мы обманываем, если говорим иначе. Опять же, что такое мытарство в вопросе спасения? Что они делают? Очищают, спасают. Либо это просто воспоминание, либо показ души человека на его грехи, которые он видел, вернее, которые он делал при жизни. Почему? Потому что, если мы говорим о вопросе суда, то вот, например, когда я беседовал с мусульманами, как вы спасаетесь, они уповают только на милосердие Всевышнего. Но, с другой стороны, и мы, православные, тоже уповаем на милосердие Всевышнего. То есть понятно, что это будет суд по любви. Но, с другой стороны, есть место и в логике протестантов, которые говорят, ну, действительно, если я уверовал, если я принял Христа, то я уже спасён. Но понятно, что в Писании говорится, что мы спасены в надежде. Вот, Игнать Тихонович, я хотел бы попросить вас пояснить, вот так сказать, собрать эти все вопросы как бы в один и узнать, насколько дело предопределения точно так же имеет дело в вопросе спасения души. Это, кстати, вот ваше выражение, вы часто им пользуетесь, там вот, допустим, у того человека, быть может, прописка в аду, да? Или это тоже вот дело свободы человека, именно его дел и совокупности Божьей благодати. Вот как ответить на этот вопрос? Тут несколько моментов надо сразу взять. Я их повторю несколько раз, чтобы из памяти не уходили. Чтобы наши умы не уклонились от простоты во Христе. Вот это слово большое значение имеет. Потому что здесь вот даже Антоний Храповицкий там начал рассуждать, что муки Христа это гессиманский сад и теперь нападают на него. Хотя он, в общем-то, понимает, он кровавый пот и прочее. Но спасение дается очень просто и да все на три разбито. Я эти разные труды философские там, и Августина, и Киприяна, и чего только не считал. Начитывал и Прямо Сирина, и Игнатия Бринчанинова эти шесть томиков. Ой. Когда Писание в руках есть, и ты знаешь, что Господь будет судить по Писанию, Евангелетия на 12.48, слово, которое я говорил, оно будет судить. Поэтому туда надо устремиться. Ну, один раз поворот сделать. Не смотреть, что у тебя там испортятся отношения, куда-то тебя выгонят, проклянут. Это не имеет никакого значения, когда мы умрем или окажемся не там. И вот оно все натрия. Люди, я за Христом иду. Я христианин. Я христианин. Это все говорят сектанты. Он даже не подписывает. Название нету. С названием конца нету. Христианин следует за мной, а Господь говорит, кто не отвергся себя, я не взял крест свой, не достоин меня идти. Вот почему эти два момента упускают. Натрия, повторяю, натрия. Отвергнись себя. Это ничего тут нет такого заумного. Как отвергнуться? Но если бы отвергнуться сказано было конкретно какого-то человека, тогда бы я в какой степени я заражен его учением или что-то. А здесь себя. Поэтому надо очень хорошо знать себя. Люби ближнего, как самого себя. А как себя любишь, ты не знаешь. И поэтому ближнего, к ближнему любовь у тебя будет искаженная. Совсем не такая. Ну, старые бабки любят внука, конечно. Но у них главный лозунг. Ешь больше, спи дольше. У них больше ничего нет. Я поэтому говорю, как только родился ребенок, стариков сразу ликвидировать надо. Как? Ну, куда-то отсылать, пусть на даче живут. Не убивать я. А то это за слово цепляется, как слово скажешь. Должна бы интимная встреча с Богом. А слово интимное все к сексуальным наслаждениям обратили. Интимное, то есть личное. Никто в нее не вторгается. Наши близкие отношения. Так вот здесь первую тройку берем. Что необходимо? Отвернуться себя. Я советовал людям так, студентам, вы себя знаете? А что себя знать-то? То-то и оно. Апостол Павел говорит, исследуйте, самих себя верили вы. Пишет верующим и говорит, а вы себя исследуйте. Вот я разговаривал с Сергеем Розов, старейший драматург был, в литературном институте в Москве. Он только что вернулся из длительной командировки, кажется, в Японии, преподавал в Америке. Очень интересный человек. Обычно уй-ой-ой, только чтобы магнитофона не было. Я с магнитофоном был, но у меня микрофон из рук, ближе и стал все говорить. На все вопросы отвечают. Он мне очень понравился. И он говорит, ну, я не понимаю, говорит, ну, раньше как-то можно было объяснить, почему мужчина разных женщин имел, потому что погибали от зверей, надо было плодиться, но сегодня переполнена земля. Еще они так, мужики, хлешутся, ты говоришь это. Вот надо ему жену, надо вторую, третью и прочее. Я, говорит, тут с одной женой. Я на фронте был, вернулся, она меня ждала, а я живой вернулся. Я никогда женщин не знал. То есть, я его не знаю, но когда он говорил это, мне теперь это очень близко стало. Я все рассматриваю во свете Библии. Господь показал мне. То есть, он отвергся с себя, этот человек. Я да глубже не стал расспрашивать, потому что тут не до этого. Тут Лев Ашанин, у него курсы шли, а туда пошел, стихи посчитал. Так вот, отвергнись с себя. Он себя исследовал на войне. Я беру пример. Я беру примеры такие, которые понятные люди. Вот-то Юлий Шмидт, исследователь Севера. Он хотел знать себя, каким я должен быть, чтобы считаться культурным человеком. Ну, не невежды. Пришел, не стал думать, а пошел к профессору, хорошо знакомому. Какие я должен книг? Он понимал, от книг учимся мы, научаемся-то. Профессор ему написал. Он говорит, да как это тут, что тут, сколько листов, а сколько мне это надо? Он говорит, 120 лет. Ну, я же не проживу столько. А вот теперь вопрос по-другому задайте. Без чего я не могу? Он тогда кое-что вышибнул, а она сказала, это 70 лет. Так я и 70 лет не буду же книжки считать-то. А вот теперь научись читать, быстро и быстро запоминать. И чтение по диагонали. Вот я когда Златоусты считал, у меня это было, места писания, в каждой проповеди столько мест писания, все по-церковно-славянски. А у меня магитофоны крутятся, мне остановиться нельзя. И я все 12 томов считал на память. Считал. То есть там тысячи, тысячи ссылок, тысячи. Вот у меня только в каждом томе, так у меня в два раза меньше. У него до 70 в одной проповеди. Я посчитал со Златоустом, а у меня 35 в среднем. В каждом томе у меня 3000 мест писания, которые я употребляю. Ну, умножь на 41 книгу, то куда оно ахнет-то? Так вот, отвергнись с себя, это с самого малого начни. Когда ты был, когда ты рос, какие привычки, какие друзья. Если соблазняет глаз, вырви его, ногу-ногу отсеки руку, вот теперь в этом войди. Это не трудное, как будто бы, но это очень серьезное занятие, притом критическое, во свете Библии. Вот я смотрю, такой шкаф, он строит деньги. Вопрос, а он мне нужен был? Нужен. Ага, ты не один живешь. А если я один живу, зачем мне этот нужен шкаф-то такой большой-то? Тут надо по-другому понимать. У тебя квартира хорошая, все это видно, ребятишки растут. Именно такой тебе и нужен. Я не против шкафа, но мы должны разобрать, какую нашу одежду, что я ем, как. Когда, ну, мне близкие говорят, тебя слушать хорошо, а жизнь с тобой невозможна. А почему? Да у тебя такие нормы, что, говорит, ноги не потащишь. Вот в старое время, вспомни, сколько ты получал при советской власти. У меня уходило 9,80, до 11 рублей в месяц. В месяц. А я работаю на стройке, на второй этаж тачки катаю с бетоном. Самая трудная работа. И вот больше 11 рублей я не мог себе позволить. Самый дешевый хлеб. И, как святой один говорит, сухарей насушил, думаю, сколько рук, а кувшин-то узкий, сколько захватит рука. А захватит много, так обезьянок так ловит, орехов поставит. А кувшин привязан, она не может отобрать. Ну, зацепил, отпустить не может. Ее тут приходят и берут. Вот так нас дьявол ловит. Маленький вопрос, он много значит. Отвергнись себя. Теперь я захожу с другой стороны. Мы рассуждали уже, надо бы народиться свыше. И я сразу же монтирую слово «живой». Спрашиваю, так как вы слышите голос Божий? Я говорю, это далеко не каждому дано. Он сначала должен поверить, что ожил, сын мой был мертвый и ожил, пропадал и нашелся. Лука, 15 глава. Блудный сын, неделя его. Понятно это? Понятно. А как понятно, скажи? Все, опять тупик стоит. Ну, ребенок рождается выкидыш. Вот в церкви сегодня абортированные. Их не крестят, ничего. Сегодня миллионные убытки несет церковь, за ней вешат попов. Они их не крестят. Рождения свыше нету. Нету. Ладошкой по голове симония, два смертных греха сразу на ребенке. Два. Притом, это абсолютно везде. Ну, может быть, единицы там кто-то там делает не так. Ни патриарх, никто не крещеный по-настоящему. Вот теперь исследуй себя. Некрещеный, взявшийся учить других. Нерожденный свыше будет учить о том, как быть живым. Живая молитва от живого человека к живому Богу. Вот тогда у тебя будет ответ. И ты не будешь стараться побеждать кого-то, а будешь думать, как угодить Господу. А победу люди не будут считать за победу. Вот сейчас я беседовал с американцем. Там такие отзывы. пожалуйста, там ответил. Он ничего не ответил. Во-первых. Дальше. Он еретик. Еретик закоренелый, неисправимый и явно объяснование. В это никто не видит ничего. Он такой же. То есть они никакие. Но он все теперь имеет. Ему книги подарил, все сказал. А теперь что о нем будете говорить? Ничего не скажу. Он в другой стране, ему нужна помощь, а не наши разговоры. Но я ему сказал все, что касается души. Все, теперь он еще только приехал. Я уже молюсь и молюсь все время за него. Он в моей молитве постоянно. Вы что думаете, он обратится? А мне думать не надо. Это поверение Божие. Понимаешь? Я отдельными беру стеколышками, чтобы составить мозаику этого дела. Отвергнись себя. А ты не знаешь. А если не знаешь, то ты ничего и не знаешь. Почему написано 1 Тимофея 4,16? Когда я говорю, ты это не к вам обращаюсь, а к собеседнику. Вникай в себя и в учение. В себя и в учение. А как ты? В учение не понимаешь и себя не знаешь. Занимайся с ним. Постоянно так поступаю. Спасешь себя и слушающих тебя. Тогда только. Только тогда. А здесь ни того, ни другого. Господь спрашивает, как считаешь? А сегодня спрашивает, да я ничего не считаю. А он говорит, как считаешь? Как ты считаешь? Вот он считал, так и ответил Господу. Итак, мы трехэтапно видим. Когда Петра спросили, что надо делать, мужи и братья, 2,38, Деяния Апостолов, он отвечает, покайтесь, покайтесь в грехах, возненавидьте грех, обратитесь в другом направлении, повернитесь. Это поворот в другом направлении. Обратитесь. То есть, обернитесь. Кто сделал это? Приходят люди сегодня так. Чаще причащайся, чаще исповедуйся. А то совершенно не христианское учение. Они селом тянут, когда у церкви все каноны за то, чтобы не допускать. Они вывернули все вот так вот. Отлучают за то, что не причастился. Это даже ошалелому, совершенно безбожнику в ум не придет. Его проверяют на чистоту. Какой же ты врач, когда ты даже операцию делаешь, ты то, маска надета, перчатки надеты, все обработано, шприцы, все прокипячено. Они ничего этого не знают. Грязными, сребролюбивыми, говорится, руками, они хватают душу и душат ее. Отдай деньги. Так, покайтесь. Я спрашиваю, для прощения грехов. Я говорю, а тут написано, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для. А другие, во имя Христа, не надо говорить отца и сына и святого духа. Во имя Христа мы крестимся, а произносим слова во имя отца и сына и святого духа. Они даже этого не знают. Не знают. И это не знают ни два, ни три, двести миллионов не знают. Сегодня даже больше их. Я говорю, о протестантах. Почему 22.16 называется, братца, встань, крестись, омой грехи твои, омой, и докреститься для прощения грехов. И. И третье, получите дар святого духа. Вот здесь оно оживление, никаких денег не может быть, это симония, смертный грех. Теперь мы возвращаемся к первой истоку. Откуда пойдет наша речь? Речь идет о спасении. Я это сказал для того, чтобы могли мы эти слова припомнить хорошо. Вот смотрите, что у нас получается. Бытие, 2 глава, 17 стих. А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Древо жизни было для чего? У человека организм как бы не стареет, не изнашивается, а что-то теряет. И поэтому надо было время от времени к древу жизни обращаться и брать от него, как причастие для нас. Кто не будет, пить крови и есть плоти, не будет иметь в себе жизни. А прощения грехов вообще причастия нету. А тут прямо мы вместили для прощения грехов. Тут у нас столько завалов. Ну, нигде в Библии не сказано, что причащения для прощения грехов нету этого. Для жизни, жизни, речь идет о жизни, древо жизни, так и называется оно. И Заталус это объясняет. Вкусишь смертью и умрешь. Умерли, но мы верующие знаем, да, умер. И умерло. Во Христе, говорит, водами все умирают, а во Христе все оживут. Водами. 6.23 послание к римлянам. Верим мы в это или не верим? Если мы в это верим, значит, мы должны признать, мы смертные. Мы стареем, изнашиваемся и умираем. Прах ты и в прах возвратишься. Ничего более понятного нет в этих словах, но как трудно это воспринимается. Все 320 миллиардов клеток бунтует. Кто их считал клетки? Ну, я говорю то, что говорят. Так, в день вкусишь, умрешь, да, умрешь. Значит, речь Господь ведет с мертвецами. Встань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Встань спящий. Вот об этом говорится 2 глава 5 стих, должно быть эфесянам об этом. Речь от смерти в жизнь проповедь должна быть, а не то, что мямлет стоит и не знает, о чем говорил. Каждое слово от смерти в жизнь. Вот тогда это, понятно, дарует жизнь. Неживой поп стоит, неживая молитва и молится неизвестно кому. К мертвым обращаются, мощами обложились. Пусть на меня не нападают. Они никогда не оправдаются, что кромсают эти мощи. Когда все святые, которые умирали, все запрещали что-либо брать. Ни одного нету, а это 1171. Это три жития, чтобы сказал, берите от меня и режьте. Ни одного. А я выставил свою симфонию на жития, которую запрещали категорически. И он по глазам видел, нет, они будут. И Антоний Великий оставил монастырь, ушел по седению, никто не знает где, где-то в пещере заложился, видные. И на этом все. И вот теперь мы говорим о живого к живому. Бытие 5.3. Адам все умирают, так во Христе все живут. Вот что нужно для спасения? Первое, реквием, чтобы эта похоронная музыка зазвучала в душе. Что интересно еще, интересные два момента. Вот исследователи космоса где-то полуночи слышат органную музыку с неба везде, во всем мире. Долго нельзя было говорить органная музыка. Что она означает, никто не знает. Я считаю, это хирургимское пение. В таком виде передается. Прямо органная музыка. Органная. Ни гармошка, ни балалайка. И это еще не все. Когда исследовали состав космического пространства в пределах достигаемости, то основная масса это формалин. Формалин это то, где плавает мертвец, пропитывается. Понимаешь, вот как когда узнаешь, ну формалины мимо прошли, а я понимаю смерть. Смерть покрыла всю вселенную. Мы даже не можем представить космической трагедии. Все рыбы, все бациллы, микробы распадаются радии, плутоний. Все сделалось другое. Все. Мы видим только то, что умирает где-то люди в аварию попадают. Нет. Вся вселенная, всякие вошки-бложки, все глисты в человеке, все сделали смертными. А были ли они? Да Бог его знает. Они для чего-то есть. Повторяю, как в Адаме все умирают, так во Христе живут. И когда мы поняли, понятно, это прочитали, что мы умерли безоговорочно навсегда. И не выйти никаким путем, и никто не искупит себя от смерти. Считаем 45-49, 1 Коринфянам. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. А последний, Адам, есть дух животворящий. Дух с маленькой буквы. Требуется пояснять или нет, так понятно. То есть, речь идет о духовном рождении. Но не духовное прежде, а душевное, то есть, плотское. Потом духовное. А если взять первоначально, как? Вот говорят тертулиантам, а другие говорят, Блажен Августин сказал в главном единстве, в второстепенном свободе, а в свободе во всем любовь. Тертулианы берут душа каждого человека по природе христианка. Она язычница стопроцентная. Она была христианкой до греха падения. Не говорят, а относят к сегодняшнему человеку. Первый человек, террая из земли, перстный. Перст – это тонкий слой пыли. Второй человек, Господь с неба. Человек с маленькой буквы. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Куда мы прилепимся? Где наше родство? И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Да разве православные поверят в это? Да они не знают и считают, никто не остановится. Носить в себе образ небесного. Вы знаете, главный лозунг этих, буддистов какой. У нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, мне грешно, а у них о, мане падме хум, вот и сидящий в лотосе. И в конце концов, он такой, о, это уже подразумевает вся молитва, у него просчитывается где-то. Вот это же самое и есть. Одно огромное о. И когда сказано, что мы будем подобны ему, блаженный Афифилак говорит, о, подумать страшно, наше тело, старое, сморщенное, гниющее, подобно ему будет. Почему Серафим, понимая это, и говорил, вот если бы вся комната наполнена была червями, и все до дна прогрызали бы нас, ну, немножко, так лет сто. Любезная, милая моя, ну, стоило бы потерпеть. С каждой секундой ближе, ближе и ближе срок. Иоанна 1,29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вот в эту фразу нужно вписаться. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего инорода, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий я должен поставить туда Игнатий. Человек делами не спасается. Человек делами подтверждает, что у него вера живая. Вера без дел мертва. Слово мертва. Значит, дела его оживотворяют. Дела нужны, чтобы предстать с верою. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того дело, и одновременно, как говорит, чтобы вы веровали. Так вера и дело различаются, в данном случае они различаются. Это делом называется. Вера – это дело. Я должен был сделать шаг, уйти на крещение. Все сделал, это шаг за шагом, приближаясь к Богу. Первое послание Иоанна, вторая глава, второй стих. Он, Иисус, есть у милостивления за грехи наши. И не только за наши, но за грехи всего мира. Мы скажем, за миллионы этих планет, если бы были там люди, его бы хватило. Когда людям это говоришь, ну, знаете, это католическое, такая юридическое, начинает рассмотрение. Рассмотрение. Ну, называйте так. Но Он есть у милостивления. Да что, Бог кровожадный, Ему это надо было? Ну, за эти слова ты ответишь, я говорю. У милостивления за грехи наши. Бог никакого отношения не имеет к гневу. У Него нет гнева. Это больше справедливость, она величет к этому и все остальное будет. Да, наказывает все, но вывод, а кто это заработал? Римлянам 5.12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 5.12. Мусульмане знают про это? Посему, как одним человеком грех вошел в мир, они соглашаются и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. А выход какой? В Адаме все умирают, запятая, во Христе все живут. Первый Адам ему подобный, а Христу подобный. Адам есть дух, живут, это последний Адам, есть дух животворящий, это Иисус. Евреям 9.22. Да и все почти по закону ощущается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Знают это мусульмане? не знают. Совсем не знают. 1 Иоанн 1.7. Если же ходим во свете, первое условие, во свете, то есть ничего не скрывая, перед Богом, он все это видит, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, второе условие, в церкви надо быть, а не в секте. Когда они первые пошли, никого нет, они перестали иметь общение с церковью. Только тогда кровь Иисуса Христа и Сына его ощущает нас от всякого греха. Тогда. Вот они опять три условия. 1 Иоанна 2.2. Он есть умилостивление за грехи наши, повторяю, и не только наши, но и грехи всего мира. Это нас касается. Мы повторили. Евреям 10.38. Праведной верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Евреям 6.11. Желаем же, чтобы каждый из вас до совершенной уверенности, надежде, верим с надеждой, оказывал такую же ревность до конца. А не так, что я много сделал, под старость еще полежу, посплю, наоборот, к концу, к финишу, человек рвется вон из кожи. Самые последние трудные метры бежать. Мы одного спортсмена, он чемпионом был. Последние где-то три метра он летел мертвый уже. Сердце не выдержало. Итак, мы говорим о древе. Я тогда решил по дереву рассудить, я раньше никогда не думал. мне возникал вопрос, сколько лесополоз было. Я спрашивал, нигде не нашел. А вот сейчас прочитаю немножко. Томас Кроутер пишет. И группа ученых из Ельского университета США достаточно точно подсчитали. Количество деревьев, растущих на земле, в настоящее время, сообщило РИА Новости, российское информационное агентство, оказалось, что на земле с большой буквы растет около трех триллионов деревьев. Трех триллионов. Запомни. 20% из них, это 640 миллиардов, 20%, находятся на территории России. Данные 2 сентября 2015 года. Согласно полученным данным, на планете насчитывается 60 тысяч 65 видов деревьев с точностью до одного. 60 тысяч, ну, шестерка. 65. Более половины, 58% из них, растут только в одной стране мира. И это ставит их на грань вымирания, потому что мы такие никуда не угодно. Опасность могут представлять стихийное бедствие, деятельность человека. Данность до 6 апреля 2017 года. У нас получается в среднем, в наземном шаре, на каждого человека приходится 450 деревьев. лидер по количеству деревьев это французская Гвинея. Там их более 20 тысяч на одного человека. В 40 раз больше, чем в среднем. Второе место у Соренама 15 тысяч, а третье у Гвинеи 14. Половина всех деревьев растет в России, Канаде и Бразилии. Имея столько древесины, неудивительно, что десятая часть мирового экспорта леса кругляка за Россией, а Канада и Бразилия основные экспортеры бумажной массы. Несмотря на это, из-за количества населения в этих странах, на одного россиянина приходится 4500 деревьев, в 9 раз больше среднего. На бразильце 11,4. Канадцам повезло больше, почти 9000 на душу. Меньше всего на Ближнем Востоке в Северной Африке. Правда, если на одного египтянина приходится одна пальма, а на эральтянина две, то на жителей Персидского залива деревья закончились вообще. Впрочем, почти половина Австралии тоже пустыня, но углекистый газ одного австралийца поглощает 3,3 тысячи деревьев. А Монголия вообще степь, но там 2500 на одного Чингисхана. На одного украинца приходится 155 деревьев. В 20 раза меньше, чем в Австрии. Вот я до чего это про деревьев-то? А дерево вкусил. В то время, когда жил Адам, Бог после этого творил? Нет, не творил. Столько деревьев было и тогда. И вот только одно дерево, на которое он покусился. В раю были они все или нет, не знаю. Размеры рая не знаю, но теперь я знаю только, что столько-то, столько-то было, 60 тысяч разных, и на 60 тысяч 65 одно дерево послужило к смерти. Выбор-то какой был? Ну, большой же выбор-то. Плодовых-то, деревьев-то сколько? Там вообще не перечистать. Сюда сатана подполз и подтолкнул. У нас тоже есть свой выбор. Итак, для спасения нужно разобраться с деревьями, куда не надо не лезти. Прославить одно древо животворящего креста Господни. Второе. Изборный путь не менять, не ослабевать. Итак, бегите, чтобы получить. На ресталище бегут многие, а награду получает один. Кто сегодня на это будет стремиться? Только начал фанатик, экстремист. Я столько раз слышу это. Что вы как бомжи живете? То есть они не знают, как жили святые. Я ничего никому не отвечаю. И что говорят, то и пусть говорят, мне Бог положил на сердце. Мне это не надо. А почему? Я расслышал голос. Чем меньше я требую, тем меньше мне надо там время тратить. Мне хватит это. А если я время трачу, то это не только на себя. Так как я его понимаю, без всяких разных там аксиом, что они пишут, предполагают, просто и понятно. Надо признать себя грешником, поверить, что за меня лично умер Христос и, уверовав в него, принять святое крещение, не платить, чтобы ни копейки, и дали жить в Духе Святом. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот в этом как раз и есть то, что мы избраны. И прежде вселенной не было еще, уже Бог знал, что мы с вами будем сегодня говорить об этой важной, красивой, интересной теме, упрощенной мною до самого простого школьника. А так как учитель математики говорят, рассказывал ученикам, да вы ж такие бестолковые, ну что ж вы такие, я вот третий раз объяснил, я уже и сам понял, что тут. Ну вот такое дело-то говорить, значит, надо знать, что говорить, когда говорить, кому говорить, с какой целью, четыре вопроса. И тогда будет все по-другому выглядеть. Поэтому чужой среди своих. Я к себе отношу. А почему они этого не знают? Когда что-то бывает, это, ну зачем вы сейчас говорите об этом? Мы для Бога это делаем, для Бога. Но я должен о себе позаботиться, я поворачиваюсь и пошел. Мне тут делать нечего. Почему я должен тебе говорить то, что тебе Дух Святой должен был сказать? Вот священник на меня поносил, в алтаре служил, потом встречается, я говорю, он говорит, я теперь понял, был неправ. Я сейчас не об этом. Ты когда молился, это у тебя связь с Богом есть или нет? А что это такое? Ну ты руки поднимал над головой к Богу, просил, к Богу, две антенны поднял. Почему тебе Бог не ответил, что это ложь тебе дали, обо мне сказали? Ложь, этого не было. Почему ты эти 20 лет против меня травил, и травил, и травил? Ну вот так, я это понял, ты не знал, тебе неизвестно, но ты был в алтаре с Богом, говорил, интимная встреча у тебя. Почему ты ни разу не услышал ответ? Вот сейчас, ну допустим, там заезжал этот, это иуст его, по-русски, вторая глава Деяния Апостолов, Джассас этот, Уолкер, спрашивает про него, я могу сказать одно только, я должен молиться за него, ему тяжело, ему трудно, и большие ему неприятности впереди, и мы должны заранее уже разделить его крест. А что он такое, он другого не знал, не видел. Не знал. Но теперь он уже не сможет сказать, что не знал, потому что я ему подарил главные книги. Мне теперь говорят, да зачем подарили, он дочитать не может, он не видит, и так и пропадут, такое сокровище. Ну, я так вот подумал, я очень рад был, даже видно, как я ему отдавал. Да он принял, так безразлично. И когда я стал молиться, он руки в карманах стоял, я даже не заметил. Он сзади стоял. Я этого ничего видеть даже не видел, да и мне все равно. Я молился, просил благословения. А если он не принял? Ну, не принял. Это он отвечает, не я. Мое расположение никак нельзя затоптать. Да я говорил так грубо, это ваш гость. Ну, как грубо, я сказал, что спасения вне церкви нет. Вне церкви нет спасения, Троицкий пишет, секретарь, патриарха Тихона. Это книжка целая. Я это доказываю любому. Если бы не церковь, а просто вот так, как попал, я бы православным не был. Я бы ушел к баптистам. Но не церковь. А не церковь, значит, тогда у меня кругозор расширяется очень далеко. О, зашел ко мне сейчас мусульманин один в шапке. Сегодня такие беседы интересные были, постараюсь за ночь выставить. С вами, который был первый-то, а потом второй будет. Если только у меня он компьютер потянет. Вот так. Вот так. Ну, о чем мы говорили, вот люди, где считают себя как Бог избирает и избирает. И как-то я сказал, говорю, знаете, давайте такую тему на следующее воскресенье в Потеряевке. Заголовок такой, почему я такой вредный? А Игорь Глушков вышел, говорит, а я как про вас все узнаю? Я говорю, а почему ты решил про меня-то? Так это еще я про себя должен рассказать? Вот в этом-то вся изюминка. Почему я такой вредный? Я написал об этом, у меня написано, я не побоялся сказать. Кажется вредный, а потом самое доброе кажется. Вы это увидите где-то. Я не делаю так, с кондачка. Я делаю свое дело, помолюсь, смотрю на это, гляжу и пящусь назад. Нет, не время, нет, не время. Не время, я не тороплюсь, иногда год проходит, другой, и вдруг ответ. Было такое. А другой меня парень там спросил, мужчина, вот родился свыше, имею ли я Духа Святого? Это кто-то мне должен сказать, или я должен сам определить? Вопрос хороший, хороший, по правде. Что тебя раздражает? О чем ты беспокоишься больше? О детях своих? А что, тебе охота их выучить? Или ты заботишься, чтобы только позора не было, никто не знал? А для Царства Небесного приготовил их? А если дети твои не спасаются, то надежды у тебя на спасение очень мало, очень мало. Или я говорил только, нехорошо, дети, молва о вас, первосвященник. Златоуз говорит, надо было, опять же, три меры. Их связывать, избивать и прогонять. Святой Анзлатоуз. Не жалея розыги написано, не возмущайся криком его, чтобы впоследствии утешаться. Все у меня. Сердечно благодарю, Игорь Тихонович. Да. Очень просто... Может, не каждый примет это, но я сказал самыми простыми словами. Ничего заумного нет, никаких антологических, никаких других там, ничего нет. Просто и понятно. Уверовать и учиться плакать, выпросить у Бога, это дар слезный, молиться, поститься, надеяться на Бога. Почему Яков говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу из дел моих. Так это на показ. Не дури. Он говорит, я покажу тебе. Павел говорит, я более их потрудился, более в путешествиях, более в опасностях. Он хвалится? Конечно. Хвалящийся хвалить с Господом. Хвалящийся. Не запрещает. Но не нам слава, а тебе. Это благодать все сделала. Ты добавляй это, чтобы... Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу. Давид это знал. Вот так. Спасибо Христосу. Слава Христу. Я получил ответ на свой вопрос. Так, еще что есть? Все, пока нет. Вот теперь, а потом, теперь вы знаете, что из 60 тысяч Адам не выбрал никакое дерево. Теперь мы точно знаем. Ни одна черта, ни одна йота, не упадет, не выпадет. Ну все, тогда я отошел. Все, спаси Христос, я тоже. Аллилуйя. Благодарю.